МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфира Мурского областного продолжает новости. В студии Евгений Макитрюк. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого дня. Полностью обеспечить область молоком собственного производства. В Ивановском округе прошло ежегодное совещание по развитию молочного животноводства. Ответственность будут нести не только водители. В области ужесточат наказание за несоблюдение правил перевозки грузов беззащитного полога. История одного предмета. В преддверии 9 мая расскажем об экспонатах военного времени, которые хранятся в музеях области. Смотришь в небо, видишь звезда. Артисты Московского художественного театра имени Чехова выступили с концертной программой на космодроме Восточный. Ну а теперь подробнее об этих и других темах выпуска. Обсудили итоги и наметили планы на будущее. В Ивановском округе прошло ежегодное совещание по развитию молочного животноводства. В нем приняли участие представители регионального ментельхоза и главы сельхозпредприятий. Стратегическая задача Амурской области добиться полного обеспечения при Амуре молоком собственного производства. Подробности в материале Ирины Батиной. В 2023 году было произведено молоко во всех категориях хозяйства 147 тысяч, почти 103% к уровню 2022 года. В том числе сельхозорганизации и крестьянские фермерские хозяйства произвели почти 68 тысяч тонн, динамика 10,5% к 2022 году. В 2024 году в соответствии с согласованными с вами планами прирост производства молока к 2023 году планируется обеспечить в основном за счет сельхозпредприятий области на 21% или почти 12 тысяч тонн. Работу в сфере молочного животноводства в 2023 году и планы на 2024 обсуждали на итоговом совещании сельхозпроизводителей профильного министерства. На данный момент при Амуре молочным скотоводством занимаются 10 сельхозпредприятий, 54 КФХ. 19 хозяйств за год закрылись, говорят, невыгодно. Однако работающие и развивающиеся предприятия с таким утверждением не согласны. Мы всю жизнь связаны были с животноводством. Корову мы всегда держали, поэтому мы знаем, что такое животноводство. Это адский труд, можно сказать. Но мы были к этому готовы. В принципе, трудностей у нас никаких не возникло. Самое главное, рацион должен быть постоянный и режим должен быть у коров. Тогда будет у тебя прибыль. Привес у нас более 700 грамм в день, Ну, а надой у нас тоже первотелка дает более 30 литров молока. Это хороший. Это очень хороший показатель. Грех нам не получать показатели, потому что мы построили такую шикарную ферму, заплатили миллиард 200 миллионов рублей. И вот мы обязаны. Мы приобрели дополнительно поголовье, нитилей. В этом году уже привезли 58 голов со Средовской области. Продуктивность мамочек, которых 13 тысяч килограмм. Поэтому мы все-таки надеемся, что получим. И хочу сказать, не только за счет привозного скота, а за счет собственных. Потому что и посмотрели законченную лактацию по нашим коровкам. А у них тоже получается в этом году 18 голов с продуктивностью свыше 10 тысяч килограмм. Поэтому в перспективе у нас будет результат. И неплохой. По словам представителей регионального минсельхоза, все молочные предприятия динамично развиваются, несмотря на нехватку кадров или текущие проблемы. Поэтому главная задача на 2024 год – усилить профилактику заболеваний в хозяйствах, увеличить надои до 8 тысяч тонн молока в год с одной коровы и воспроизводство теля до 75% со 100 коров. Сейчас показатель 69. В министерстве говорят, что с региональной и федеральной поддержками это достижимо. У нас очень серьезные меры поддержки на строительство животноводческих комплексов. Идет удешевление приобретения скота, идет удешевление приобретения оборудования, идет удешевление строительства животноводческих комплексов. Это на областном уровне. Плюс еще на строительство идет удешевление на федеральные капексы. В принципе, очень серьезные меры поддержки. Идет удешевление субсидирования процента ставки кредита. То есть, это меры те, которые подталкивают людей входить в это дело. Ну и потом уже в процессе работы идет субсидирование на литр молока. Ирина Батина, Елисей Сафонов, Мурско-областное телевидение. Более 25 мероприятий, 8 пленарных сессий, 6 тематических площадок. С 24 по 26 мая в Благовещенске пройдет российско-китайский экономический форум Амур-Экспо. Масштабное событие развернется на территорию ОКЦ и в самом здании. Подробности программы рассказали на пресс-конференции в правительстве региона. Подробности в следующем материале. Китай, Индия, Иран, Монголия, Пакистан и, конечно, Россия. Еще никогда география участников и гостей Амур-Экспо-форума не была такой разнообразной, рассказали в правительстве области. События начнут развиваться уже в нулевой день, 23 мая. Для гостей приготовили экскурсии на объекты внешнеэкономической деятельности и логистики, знакомство с областью. Это, пожалуй, ключевое мероприятие, наверное, деловой повестки вообще для Амурской области. Но наша амбиция, я бы хотела это особо подчеркнуть, наша амбиция в том, чтобы это мероприятие стало действительно одним из ключевых деловых мероприятий для Дальнего Востока. Именно в формате как двусторонней повестки, то есть Россия и Китай, так и все больше и больше раскрывая наш потенциал большой для других международных партнеров из дружественных стран. Официальное открытие состоится 24 мая. На территорию КОСЕ развернутся 59 павильонов Протэкспо, рядом спецтехника, автомобили. В здании будет проходить деловая повестка. Тема международного туризма, потенциал при Амуре также будет обсуждаться. Мы поговорим о новых форматах взаимодействия с китайскими партнерами. И прежде всего это вопросы межрегиональных маршрутов и международных маршрутов, то есть трансграничных, когда мы совместно с двумя сторонами формируем какие-то новые интересные истории, в которых задействовано сразу несколько регионов наших и с российской стороны, то есть Дальний Восток, и с китайской, которые позволяют как-то динамично привлекать к нам туристический поток вот именно на международном таком въездном направлении. Тема эффективного международного сотрудничества не только экономического, но и культурно-спортивного «Красной линии» пройдет через всю программу. Форум одновременно будет проходить на обоих берегах. Правительственные бизнес-делегации посетят Хэйхэ. Разработана и большая культурно-спортивная программа. Во-первых, обывателю, как вы правильно сказали, мы хотели пригласить на наш фудкор, куда приглашены ключевые арестраторы из Благовещенска, те, кто может, собственно, показать мастерство своей готовки и, собственно, в том числе ввести экспериментальные блюда, которые на данный момент, например, не представлены в минимум, чтобы в том числе проверить их на спрос. Кроме того, некоторые кафе обещают из себя в рамках, собственно, общепита, фудкор – это проводить мастер-классы по приготовлению некоторых блюд. Пока мы сейчас с ними об этом ведем переговоры. Кроме того, придут творческие мастер-классы с участием амурских мастеров декоративно-прикладного искусства, это по лепке, это и прочие мастер-классы, вот тех мастеров, которые у нас будут представлены. Также взрослые дети могут принять участие в спортивных мероприятиях, в том числе сдать нормы ГТО, послушать выступления российских и китайских артистов. Завершится форум 26 мая большим галоконцертом на набережной пограничной реки Амур. Также организаторы предупреждают, что заявки на участие принимаются до 30 апреля. На данный момент их уже более ста. Ирина Батина, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. В Преамурье закрыли 8 нелегально работающих казино, задержаны 10 участников организованной группы. Они подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Установлено, игорные заведения работали в разных районах Благовещенска с февраля 2022 по март текущего года. Как рассказали в пресс-службе ОМВД, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель управлял криминальным бизнесом через интернет. С администраторами подпольных казино он лично не контактировал. В ходе обыска в помещениях, где проводились азартные игры, сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии изъято 160 игровых терминалов, оргтехника, деньги и купоны. По оценкам, ежедневная прибыль одного такого заведения могла доходить до 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Преамурье ужесточат наказание за несоблюдение правил перевозки грузов без защитного полога. Причем его понесут не только водители, но и недропользователи, а также перевозчики твердых бытовых отходов. Вопрос актуальный, ведь на сегодняшний день в регионе это один из самых распространенных видов нарушений. В этом убедился Юрий Камышный. Ну, холода нет. Да там все мешками задавлено. Можешь все равно же упасть, а вот это закрепить. Ну, зачем там? Пляшик. Кто пляш? В Сбек. Ну, не знаю. Да ничего там не упадает. Да, там мешки тяжелые. Несмотря на заверения водителя, что груз тяжелый и точно не выпадет, инспектор ГИБДД фиксирует факт нарушения. Перевозимый мусор, особенно крупногабаритный, должен быть обязательно накрыт специальным пологом. За несоблюдение этого правила предусмотрено административное наказание. Требования по перевозке грузов регламентированы пунктом 23 правил дорожного движения. И в соответствии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации по части 12.21 предусмотрена административная ответственность за нарушение правил перевозки грузов наложение штрафа в размере 500 рублей. Нарушение требований по перевозке грузов влечет за собой падение груза, что нередко за собой не исключает создание аварийных ситуаций. Пока шел рейд, водители большегрузов, перевозивших песок в открытом кузове, решили переждать встречу с сотрудниками ГИБДД. Сейчас штраф за такой способ транспортировки может быть выписан не только водителю, но и руководству карьера, откуда идет груз. В этом случае речь может идти не только о штрафе. Предприятия могут лишить лицензии на добычу природных ископаемых. Мы регулярно информируем недропользователей о том, что они обязаны соблюдать эти правила. Эти же правила соблюдения их указаны в лицензионных требованиях. Несоблюдение этих правил может привести к досрочному прекращению права пользования недрами. Кроме этого, мы сейчас видим, что у нас переводится в том числе и мусор, в машинах, которые не укрыты тентами. Это тоже лицензируемый вид деятельности. Хотелось бы напомнить перевозчикам твердых коммунальных отходов. Мусор, выпавший из кузова, на скорости может не только затруднить движение другим автомобилям. Мешки, бутылки, пакеты и другие отходы регулярно скапливаются в придорожных водоотводных каналах. Это не только выглядит неэстетично, но и может стать причиной затора. Ежегодно мы сталкиваемся, особенно весной, после схода снежного покрова, с такой проблемой, что все наши полосы от вода, все засыпаны мусором. Для этого есть две причины. Первая причина – это несоблюдение нашими перевозчиками рекомендаций и требований законодательства в закрытии кузовов, полок. И второе – это наши уважаемые жители, граждане, которые выкидывают мусор с окон, ну и мусорят. Обочины дорог дорожные службы очищают регулярно. А ведь вместо этого сотрудники могли бы заниматься другими делами, говорят в организации. Например, ремонтировать дороги, укладывать новый асфальт. Как один из методов борьбы с мусором на проезжей части – вот такие профилактические рейды, которые будут проходить регулярно. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурская областная телевидение. Солдатская кружка времен Великой Отечественной войны с надписью «О боевом пути ее владельца». Ценный предмет уже несколько десятилетий хранится в фондах Белогорского краеведческого музея. В преддверии Дня Победы мы продолжаем рубрику «История одного предмета». В фондах Белогорского краеведческого музея хранятся личные вещи, награды, документы участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Бригиды Ивана Алексеевича. Среди личных вещей – его солдатская кружка. Если внимательно присмотреться к данной кружке, то мы на лицевой части кружки видим надпись, которая, видимо, была нацарапана металлическим предметом. Можно убедиться, что Иван Алексеевич прошел боевой путь, начиная от Курской битвы, так называемая Орловско-Курская дуга, и закончил войну в 1945 году в конце апреля месяца на Эльбе, где встретили советские и американские войска. И он был непосредственным очевидцем этой встречи. Эта кружка хранится у нас в музее, как память о данном ветеране. Кружка была передана в 1986 году лично Бригиде Ивана Алексеевича. В 2060 году вышла книга «Была война», автор Иван Бригиде. В книге изложены воспоминания ветерана о его боевом пути. Два экземпляра данной книги хранятся в фондах нашего музея. Смотришь в небо, видишь звезда. Технический комплекс космодрома «Восточный» на один день превратился в концертную площадку. На ней выступили актеры Московского художественного театра имени Чехова. Они представили литературно-музыкальный вечер, на котором исполнили произведения о звездах, космосе и неизведанных галактиках. От Михаила Ломоносова до современности. На концерте «Была» и съемочная группа Амурского областного. Аплодисменты из зрительного зала звучат с момента выхода артистов и замолкают только во время исполнения произведений. Высоцкий, Пастернак, Маяковский, Ахмадулина, Бродский. Песни, стихи и проза «Сияющие бездни над земной суетой» прозвучали со сцены, установленной в техническом комплексе космодрома «Восточный». Актеры Московского художественного театра во главе с руководителем Константином Хабенским подарили амурскому зрителю новое прочтение известных произведений. Но мало кто знает, какая была проделана работа, чтобы амурчане смогли насладиться вечером. Мы сейчас с вами находимся на трансбордерной галереи самого технологичного космодрома 21 века. Трансбордерная галерея связывает между собой монтажно-испытательные корпуса технического комплекса. И в связи с подготовкой к приезду уважаемых гостей МХТ мы приостановили работу трансбордерной галереи на одну неделю. Здесь проходят процессы транспортировки составных частей ракеты космического назначения после их подготовки из одного испытательного зала в другой зал. То есть она у нас работает постоянно. Трансбордерная галерея космодрома «Восточный» ранее видела только ракеты и спутники, а сегодня превратилась в концертную площадку со зрительным залом на 600 мест. Событие уникальное для Амурской космической гавани. Сделано это впервые специально для выступления артистов Московского художественного театра имени Чехова. Масштабы действительно впечатляют, а космодром «Восточный» из Благовещенска доставили более 30 тонн музыкального и светового оборудования. Уникальное мероприятие, потому что, во-первых, долго длилось моделирование, во-вторых, куча допусков, в-третьих, это вообще помещение не предназначено для того, чтобы здесь такие мероприятия проводились. А еще, с точки зрения безопасности, нам пришлось все на руках заносить, потому что здесь нельзя поцарапать пол, нельзя ходить в грязные обуви там и так далее, и так далее. Поэтому это очень сложный процесс был. С акустикой сложно. Вот, конечно, идеально здесь не добьешься, потому что это все равно огромный ангар, да, то есть 300 метров здесь длина. Вот. Но мы постарались, учитывая наши знания, да, и умения, и опыт, мы сделали, заглушили пол, вот, выбрали оптимальный угол акустических систем. На установку и настрой аппаратуры специалистам понадобилась неделя, и все для того, чтобы удивить и порадовать зрителей. В зале – сотрудники космодрома и жители города Циолковский. Очень хорошее мероприятие, почаще приезжайте. Понравилось все, все было настолько замечательно, тем более мамочка, которая сидит в декрете, выйти вот так вот на воле, увидеть столько всего чудесного, замечательные актеры, вот. В общем, все было очень здорово. Достаточно интересно все было, на таком необычном месте, во-первых. Нам очень приятно, что приехали как бы на Восточный, на космодром. Для нас это было прекрасно. Первый раз, на самом деле, на таком мероприятии присутствую. Я вообще первый раз нахожусь в трансбордерной галерее, поэтому эмоции просто супер положительные. Очень все нравилось. Надеюсь, будут приезжать почаще к нам. Не забывать. Не забывать, обещали артисты. Говорят, тепло амурского зрителя останется в сердце навсегда. Было невероятно волнительно, ответственно. И несмотря на то, что мы не первый раз играем эту концертную программу, мы волновались как дети. Потому что еще помимо, конечно, зрителя, привыкшего к нашему участию на сцене, видно, как серьезно подготовлен зритель космодрома Восточный. Как праздничный, по количеству цветов, которые нам вручали в конце этого вечера. И потому как глядели на нас. Это была такая, так сказать, круговорот воды в природе. Мы волновались из-за ответственности перед очень нарядным, очень искренним и очень включенным в нас зрителем. Московский художественный театр стал первым коллективом, который выступил на сцене космодрома Восточный, к чему отнеслись с особой благодарностью. Спасибо за теплый прием. Спасибо за то, что МХТ стал первым. Здесь счастья всем. Впереди работа над новой постановкой, которую, как и программу «Смотришь в небо и видишь и звезда», актеры МХТ подготовят специально для сотрудников космической отрасли. Шутят, что на Земле это только начало. Готовы работать и с космонавтами на МКС. Для нас это быстрый решаемый вопрос. Нам нужно просто чуть-чуть сосредоточиться, взять 3-5 минут паузы и придумать, что за репертуар и какой автор будет. Денис Блащук, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин